Страны Североатлантического альянса будут делать упор на так называемую «умную оборону». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО по итогам саммитов Чикаго. Суть программы заключается в рациональном использовании ресурсов в условиях экономического кризиса. Их планируют определять туда, где они наиболее необходимы. По его словам, на двухдневной встрече были достигнуты соглашения по обеспечению безопасности на ближайшие 10 лет. «Я считаю, что саммит выразил очень чёткую мысль, что европейские союзники также выступили за достижение необходимого военного потенциала в будущем, несмотря на экономический кризис, несмотря на сокращение оборонного бюджета». Всего на встрече в рамках этой программы было одобрено более 20 проектов. Кроме того, двухдневная встреча стала знаковой в отношении афганской войны. Утверждена стратегия, которая предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана к концу 2014 года. «Это станет основным шагом вперёд к нашей цели, утверждённой в Лиссабоне, которая заключается в передаче Афганистану полной ответственности за безопасность к концу 2014 года, что позволит афганцам с полной мере контролировать свою страну, а военным вернуться домой». Впрочем, конкретных предложений о том, как предотвратить хаос в стране, а также ограничить деятельность «Талибана» на саммите не прозвучало.